привет из северного степного крыма показать какая у нас травка зеленая в этом году он ливни прошли короче огород у меня полностью залиты к травка прет она теперь будет всю зиму такая зелененькая благодаря ливня солнышко заходит осень хочу поделиться с вами какая красота на сегодня у меня на моем тачке именно здесь селе прошло 16 ливней в городе красноперекопске это 15 километров севернее от меня я стоял стою там торгую грибы кстати поперли это поганки да это поганка ложная шампиньона а есть шампиньоны она ходила по степи много шампиньона но нету толком вот этих одна бочка степна и гриб степной серый в общем которые мы любим их очень мало высохли они когда последние годы была засуха особенно 18 год когда у нас была экологическая катастрофа здесь вода стояла очень 16 ливней сначала лета прошла на сегодня уже 16 ливней на моем тачке вроде красноперекопске такой был ливень блин я такой давно не это блин настояли там летела вода на прилавке на все так что я не додумался снять но дело в том что я бы как бы он снял бы у меня смартфон был весь мокрый мы там короче укрывались сбили с гуськом на рот весь там разбежался с рынка это я уже снимал видео через час после этого странно куда не собрались через поле ехать на пятнашки экстремалы грязюка так видно какая степь зеленая это чтобы вы понимали в обычные годы всю мою жизнь это была засушливая северокрымская полупустыня вот а в этом году это фуры тут стояли разружали я вам просто сейчас покажу куда мы идем я попутно просто чтобы зря не ходить челки кстати еще потрошат зря не ходить я сейчас покажу что тут будет видите какая грязь это фуры разгружались вот они привозили здесь вам сейчас покажу что здесь будет построена моя жена работает вот мы попутно вам расскажу видно да сколько сурепки чем вот все обочины дорог сурепки она позакрывалась она на ночь закрывается видно на все вот так вот все обочины дорог у меня все село сурепка осеннее кстати карника снею заливается медом а бакфаст только пыльцу с него носит чтобы вы понимали разницу то есть бакфаст уже не катит под мою местность потому что он не работает так как должен работать вот но сейчас суть не об этом техника на ездил сюда мы ездим на родник вот вот это конструкции короче это начало строительства моя жена работает фельдшерско-куршерском пункте или сокращенно пфаб называется то есть это медпункт местный туда обращаются за медицинской помощью прививки делаю так и так далее короче вот это вот у нас получается на данный момент вообще при украине как бы все годы эти у нас там есть вон видно сейчас покажу вот это здание это общежитие нашего холдинга короче вон там получается это ток новый старый ток новый ток достроен был ну достроен был он еще при украине короче это тимошенчика там рулила когда они тут строили потом там отжимали ну в общем хозяева менялись до сюда-то это холдинга общежития вот получается сейчас фаб находится вот там вот в этом углу с этой стороны внизу в подвале подвальном помещении находятся два помещения которые снимает больницы но государство короче как бы снимает эти два помещения в них находится соседческий пункт подвале грубо говоря подвальном помещении а сейчас как бы при новой новая власть крыму и выделили нам приняли решение проголосовали очень депутаты решили здесь построить будет модульный фаб вот это будет по моему 90 квадрат помещения плюс там придворовая территория будет и так далее да конечно уничтожат сурепку которая здесь постоянно у меня росла но мы пожертвуем этой сурепкой заради такого дела здесь будет фаб здесь будут отдельные кабинеты врачей у каждого врача короче когда его построят я его сниму моя жена работает здесь она будет работать убирать она его короче будет она санитарка в общем они двоем работают у нас есть фельдшер и она жена у меня помогает и санитарка на полставки в общем работает на фапе так зарабатывает такой смешной зарплату на на интернет короче там на такое на мелких расходы себе зарабатывать жена но не хочет она на может не работать вполне и не заставляю как бы но если бы но она себя сама решила так давай я буду работать менее сложно в день она работает три с половиной часа грубо говоря там по часам там пару часов утром и полтора часа после обеда это как не особо напряжно ну и там лишние 5000 они будут они лишь наши полу пустыни ну так зарабатывать не то чтобы это мы там прямо на этих и зарплате там зажируем или что но это не о чем и зарплата пополняет по мелочи интернет наш интернет давайте обойдем вокруг эту конструкцию посмотри не знаю это привезли короче это модульных фаб они как говорят сейчас подготовиться это и за вообще говорят за три дня ну тут дожди сильные помешали вас сейчас чуть просохнет и будут ставить тут конструкции все накрыто те не ошибаюсь татарстана но водители были татарстана которые привозили на фурах ну то есть они говорили вместо татарстана не здесь ночевали вчера в ливень не было у них загрузки назад они ждали загрузку и максима такая вот штука почтовая доставка пришла вот такая вот модульный фаб посмотрим потом что здесь построится с это такая интересная будет хорошо такой короб пришел ладно как построиться я сниму покажу так выглядит все в этом году обычно она сухая в этом году вся зелененькая всем пока